привет ребят короче смотрите давайте подвигаемся по цеху посмотрим кто что делает подойдем к нашему с вами уже знакомому и многим любимому анатолию узнаем что он тут делает смотрите возле гранда что-то там творит сейчас уточним эти моментики и посмотрим чем занят наш толя сегодня какое число то у нас уже 30 января 19 год смотрим талян здорово передай привет людям че делаешь расскажи народу грант для d4 cb там повыше покажу там он видно да вот он видите из-под шкива так у нас будет замена интеркулера вот он нижний правый угол многие вот знаешь спрашивают появится они нет расскажи какой-то по практике просто люди но он алюминиевый по идее можно будет аргоном но так нихрена си так появляется она так подожди давай людям многим непонятно это что у нас это патрубок интеркулера воздух да по нему идет охлаждается с турбины это справа то есть у нас мягкий имеется правый верхний и правый нижний и вот это переходная алюминиевая муфра между двумя патрубок у них проблема они перетираются об лонжерон вот вот здесь даже мы увидим на лонжероне есть след на многих да он я так помню постоянно приезжает эта проблема прямо ведь тоже масло с него за счет разряжения воздуха закидывает с турбины тянет он и все так ладно давайте продолжим здесь на патрубках то есть мягких патрубках верхнем и нижнем есть такие вырезы заводские и на этой мушки тоже есть бабушки так вот они должны быть напротив друг друга то есть мы видим что она сместила здесь и сместилась также вот здесь вот в этом месте ага почему это происходит то есть это как бы такая болезнь что ли при движении двигатель при запуске вправо влево или при наборе постепенно смещаются и тем самым вот именно переходная муфта вот это упирается в лонжерон потом перетирается но мы будем варить и заварим аргоном слава богу он у нас есть все заварим хомутики тоже видите кто-то ставит простые хомуты это не совсем эффективно они режут мягкий патрубок зажимаем то есть штатные сняли и уже поставим такие понятно ну что к интеркулеру подошли да по патрубкам пробежались теперь у нас интеркулер анатолий я продолжу тебе задавать дебильные вопросы а ты на них отвечать нам надо будет снять а ты уже отсоединил да здесь у нас есть два пути как снять то есть мы можем его снять во внутреннюю часть интеркулер так и в наружную но наружу нам необходимо снять бампер чтобы этого не делать мы снимаем вот штатный хомут с левого нижнего патрубка то есть вернись не часть он легко глазе потом то есть также здесь но так как мы будем варить мы уже сняли патрубку интеркулер крест спится на четырех болтах они находятся вот там здесь два оттуда но вон вижу да с той стороны такие же 2 до также у нас есть разъем на датчик абсолютного давления то есть мы потом его покажем и есть трубка охлаждения как по трубке что там у нас так и еще у нас то есть трубка заходит она будет крепить с наружной стороны вот эти два хомута да это охлаждение гурт ага трубка охлаждения гурт интеркулер давайте вот немножко по интеркулеру давайте анатолий по интеркулеру что у нас он не оригинальный да но хороший не оригинальный смотрите со своими родными с евро четвертыми очень много проблем очень часто они выходят в строя поэтому есть не оригинальный интеркулеры мы ставим уже где-то примерно в течение года жалоб не было то есть все надо и также есть переделанные с евро 5 на евро тоже жалоб не было то есть родные свои очень дорогой короче будем сейчас снимать его да ну давай с ними мы встретимся уже покажем разъемы ну что то лен сняли интеркулер да давай покажем людям смотрите ребят суши так ты не ответил людям вот по сварке вот бывает у нас люди часто спрашивают но по москве вообще единицы берутся их обварить как вообще это может сказать заварить их очень сложно и не каждый берет то есть люди кто-то запаивает замазывает заклеивает но мертвому припарка да да недолго вот так выглядит новый суши анатолий ну вкратце людям скажи для чего нужен интеркулер то вообще как он на гранде влияет то чтобы именно на любой турбовой машине при сжатии воздуха то есть камере сгорания воздух должен быть не горячим то есть холодным короче получается это радиатор охлаждения тупо воздуха так с турбины выходит горячий воздух охлаждается я понял вопрос в чем вот смотри чем опасного дырка вообще-то многие люди ездит игре да и батье этот интеркулер вертел на болту пусть течет как бы вроде все работает не подскажешь чтоб люди знали вот мы берем наш гранд старых в принципе любые машины нам без разницы что у нас у нас идет разряжение воздуха идет подсос турбины так накашляли аргоном особо тут чё-то шлифовать не будем смысл все равно нет я наоборот делаю бабушечку то есть все равно это вопрос времени все равно он сместится начнет прикасаться и подольше послужит если кто-то скажет что заварено не правильно ничего страшного я еще ученик варгоновой сварке плакать не будешь я думаю ну давай тогда сейчас мы понятно меняем масло и тут уж ничего такого интересного вернемся как масса сольется к сальнику коленвала по сальнику мы наверное не сможем показать вам там более подробно потому что картинка будет плохо пократце расскажем что открутить каким надо но дай достанем да 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 цвет правильный спустя энное количество времени мы установили наш интеркулер что там в принципе понятно показали вам объяснили аспекты по трубок поставили сейчас кому-то и поставим смотрите что будет просто по сальнику уж не будем так показывать он закидывал на поддон поддончик от могли отмыли для того чтобы нам поменять нам надо будет скинуть ремень вы берете натяжной ролик отводите ключом и снимаете но он ослабляется снимаете с коленчатого но со шкива вон он там болтом насколько болт ключ 24 до головку откручиваете снимаете там сальник сальник снимаете новые осаживаете на место ну предварительно зачистив есть еще что-нибудь анатолий пожелания есть что давай самая главная проблема при замене сальника это открутить коленвала и закрутить его обратно для этого необходимо вот на плите поддона между коробкой и двигателем снять вот такой пыльничек на двух болтах ага вот отсюда вот там в отверстие упрем либо монтировочку либо что-то еще упираем и отворачиваем это чтобы двигатель не крутился чтобы не проворачиваться что еще добавить добавить по интеркулеру опять же как я вам говорил есть два пути замены интеркулера передние или либо мы снаружи без него тут деловить нечего да